Новогодние каникулы – это отличный шанс, интересный и полезно провести время вместе с детьми. Однако многие граждане осознанно превращают драгоценные дни в унылые посиделки перед экраном или смартфонами. А ведь зимние каникулы продолжаются всего чуть больше недели. Ну а видеть своего ребенка счастливым и довольным в окружении близких ему людей – это, пожалуй, самое лучшее. Именно об этом мы и расскажем. Вопрос, когда вы в последний раз водили свое чадо в цирк, наверное, озадачит многих. А ведь поход в цирк с родителями оценит практически каждый ребенок. Завораживающие фокусы, декорации и музыка создают атмосферу волшебства, дарят незабываемые эмоции. Первые успехи на манерных дел – прыгать через тумбы, вальс танцует, на поклон, по барьеру ходит. Мы будем в дальнейшем еще будем турки добавлять. В Бишкек с гастролями приехал московский цирк. Парадом экзотических животных любители циркового жанра могут насладиться со 2 по 18 января. У нас очень много животных в программе. У нас верблюда, яки, пони, енот, дикобраз, змей, варан, собак, козы. И все так очень похоже именно к зрителям, именно показали им животных, которые они не видят нигде. Это кроме номеров, кроме клонада, кроме воздушных гимнастов. Кроме этого, гости, жители столицы могут сводить своих детей и в кукольный театр. А это, как известно, любимейшее место для детей самого разного возраста. Герои спектаклей дарят им яркие, незабываемые впечатления. В кукольном театре имени Мусы Джангазиева спектакли на кыргызском языке начинаются в 13.00, на русском в 11.00. Погрузиться в мир сказок и волшебства, где каждую минуту случаются чудеса, дети и их родители смогут до 8 января. В нашем театре дети могут поучаствовать в различных шоу-программах, посмотреть постановки. Кроме того, мы организовываем различные программы и в детских домах, и приютах. Отрадно, что все больше бешкекчан выбирают активный отдых, благо и условия в столице есть. С утра до вечера функционируют городские катки. Да, вот с одноклассниками сегодня пришли. А я свою сестру и подругу сегодня пригласила. Одноклассников я тоже приглашала, но у них не получилось. Мы проводили только дома и куда-то ходили в парк, а коньки никогда не ходили, просто гуляли. Я пришел сюда, чтобы провести время с одноклассниками, повеселиться. Не каждый день наступает такой день. Оказалось, что здоровый драйв от катания на коньках получают не только дети. В Кыргызстане в декабре даже на небольших склонах открываются горнолыжные базы, где научат кататься и новичков. Активный отдых – это не только увлекательно, но и очень полезно для здоровья. К тому же совместное времяпровождение, по словам психологов, укрепляет взаимоотношения родителей и детей.